Продолжение следует... 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 Он погибает, но мы при этом знаем, что была победа в Великой Отечественной войне. В образе его героев, если вы посмотрите, опять ледит мотив. Это люди бескорыстные, очень смелые, очень твердые, как кремень, которые наперекор всему идут, чтобы жить в соответствии со своими принципами. Которые говорят то, что думают, или молчат, но не врут. И в какой-то степени образ этого героя Булот Шамшеев экстраполировал на образ вообще кыргызского народа. И он считал, что именно это и позволило сохраниться народу на протяжении многих столетий. Как он пришел к теме Манаса? Он с раннего детства был увлечен темой Манаса. И об эпосе Манаса наш дедушка отцу постоянно рассказывал. И одна из первых книг, которую Толин Шамшеев подарил своему сыну, это был эпос Манаса. Вообще эпос Манаса – это большая любовь, страсть. Страсть моего отца. Это то, что он с раннего своего детства в сердце через всю свою жизнь пронес. Вот Саяхбай Каралаев, отец с ним 6 месяцев жил приблизительно. Полгода жил на Иссыкуле у него дома. Каждый день они общались, разговаривали, гуляли. Вот он хотел понять его ближе. Ему Саяхбай Каралаев очень много интересных историй рассказал тогда. Саяхбай Каралаев – это неизученная совершенно вещь. Почти миллион строк, поэтический строк, от Саяхбай Каралаева. Почему он это все сохранил в своей голове? Я считаю, это особая технология, которая была у монастыщих. И каждый передавал вот эту секретную технологию запоминания текстов. Если мы дети Манаса, мы должны быть культурными, мы должны быть разумными. Потому что у человека, что такое Манас? Манас – это в груди дух. Вот если в груди у человека есть Манас, значит он человек. Если нету Манаса, он скотина. Я рожден был для того, чтобы изучать Манас. Вообще, конечно, мне повезло очень в жизни, что я познакомился с Ченом Старохолычем еще в 1958 году. Отец был в восьмом классе, он написал там какой-то сценарий. Дал нашему ата Тулюину. Тулюин прочитал и очень высоко оценил. Понимаем, да может быть это и была какая-то чепуха, но он высоко оценил. И даже сказал ему, слушай, а давай мы отнесем твою работу молодому хыргызскому писателю Ченгу Заятматову. В клеточку была тетрадочка школьная, и там была раскадровка «Бет-Мевет» лицом к лицу. Он посмотрел так с уважением, полистал. Да, интересно. Я удивился, как это так, тут какую-то чепуху смотрит, а с таким уважением и вниманием. Только один Ченгу Старокулыч знает, как его было качество написано, но суть не в этом. Он дал этому мальчику, который что-то написал, веру в самого себя. Только потом я понял, что это характерная черта для Айтматова, это внимание, неважно кто он, молодой человек, там, мальчишка, школьник, или просто человек с улицы. Можно так даже выразиться, что я вытащил свой счастливый лотерейный билет, когда я встретился с Айтматова. Можно назвать такие картины, как выстрел на перевале Араш, алый мак из цикуля, белый пароход, ранние журавли, деланные удающимся мастер-користом кино, молотом, шамшилом. Вот снова я снимался в главной роли, а Тельмин Шакеев был звукоператором, Динара Асанова была сцентом, ну, блин, я в себе, какой сбор там получился, будучи его киргизмом кино. Фильмизной персонаж Кемель – это он. Вот это он. Борец за справедливость, борец против подавления, унижения. Ну, что вам мешает по-человечески относиться к людям? Сильно. Все уважают ваши руки. Вы замечательно работаете, но к людям вы относитесь как бой! Ну, а теперь заливай воду. Нет, я не буду. Чего? Я вам заливать не буду! Зальешь! Я сама залью, а буду! Я давно, как говорится, прикипел к творчеству Айтматова. Еще будучи студентом, я снялся в фильме «Зной», затем поставил фильм по раннему рассказу на реке Байдантал под названием «Эхо любви». «Белый пароход» меня привлек к своей возможности откровенного разговора со зрителем. Может быть, на самую главную тему в искусстве. Тему красоты человека и окружающего мира. О том, как просто убить эту самую красоту. О том, как просто человеку превратиться в зверя. О том, как просто нарушить равновесие и гармонию. Это вопрос, мне кажется, важнейший. Вопрос высшей нравственности. И Айтматов написал свой поиск со всей страстностью и болью поэта. И нам также хотелось, чтобы, как и у него в нашем фильме, не было половинчатых решений. Я жил с Айтматовым, но снимал не Айтматовым. То есть, когда я созрел, когда у меня появилось чувство ответственности, что я могу отвечать за то, что я делаю на экране, я взялся за Айтматовым, белый пароход. Ишь, как заговорила. Не губи спасителя. Это ты виновата, что мы прокляты. Тебе моей жизни загубленной мало. Хочешь и девчонку несчастной сделать, да? Чтоб ты сквозь землю провалилась, подлая. Чтоб ты сдохла. Старая сотня. Гюльша, мама, доченька, я виновата перед тобой. Прости, старый, этот дьявол меня попутал. Прости, грешную мою мысль против меня не держи, зла. Мама, мама, не нужно. Ну что вы. Я должна тебе сказать все сейчас, потом будет поздно. Я хотела, чтобы ты стала второй женой Араскула. Нет. Никогда. Заставил себя посидеть, посмотреть. А потом увлекся и подумал. А ведь ты, Шамши, хорошую картину снимаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Жизнь! Там, там внизу лежит мертвая женщина. Убирайся! Ваша учительница! Бой-жак, ну успокойся, ну перестань. Она погибла по вашей вине! Прошу тебя, ну пожалуйста. А вы ничего не хотите знать. Ни за что не хотите отвечать. На колени! Наберитесь мужества покариться. Упасть перед мертвой на колени. Слышите вы? Мелкие, древние, людежки на колени. На колени! На колени! На колени! Бой-жак! Бой-жак! Я думаю, пройдут какие-то испытания для народа, для человечества. Вот. И безусловно, такая чистая литература, чистая, как бриллиант, многогранная, она останется у человечества. Выстрел на перевале Хараш – это его первый художественный полнометражный фильм. И он берется не за какой-то там средней руки произведения, он берется за Мухтара Уэзова. Ауэзов 26-го года. Я был в 1925 году. Если бы я был в 1925 году, то как раз в 1926 году. Вот. Как раз мы начали с Крытью Летто, был Шамшеев. А там гель до кино. Вот что кино не так там делал. Я был в 1926 году. Идем. От Спартака вверх по Ворошилову. Азартоколу-молодову. А там было художественное училище. И вдруг из ворот художественного училища выскакивает парень такой. Крепкий парень. Был вот салам туда-сюда. и на меня все смотрит и на меня стреляет а я на него с интересом смотрю арангинга был обещанных айтатай познакомь меня вот с ним это шамшиев я его знаю было открыто познакомься был чокморов симахов преподаватель художеств училище я верну тебя давайте попробую на главную роль у меня фильме начинает и он отказывался а на менки миг дюмер потом уже съемка битка донгин бит кульдин его это тарат кеткин дэнгин мага этот байк джору дэнки на волчу да уже биргун киндегин режиссер петербург ковару оша петербург то он делал пробу он его стал пробовать на джору 3-5 куна меня на лыше вала шибат он сказал ну ты дубина страшно обидел от симакула ты никогда в кино не будешь сниматься дубина и он решил что он дубина и я с ним полгода занимался и мы с симакулом начали с азов с этих элементарных этюдов когда предлагалось нам например на внимание вот симакул слышишь что на улице он горит автобус проехал это хлопнула дверь какие-то вторые этюды там типа например поймать мух поймать муху тоже надо уметь это надо увидеть ее вот она летит вот ее схватить вот и его так вот взять посмотреть потом отпустить вот или как-то еще и вот так вот очень митюду усложнялись усложнялись и в итоге вот совет сказал этот с улицы парень вообще не артистов ты очень нормально у тебя вот здесь мозги есть а я больше никого только одного чокмарова снял и сказал ты это мой этот будет бахтул селук кара селук кара Сильвук, гора! Когда мы начинали хорошо снимать, человек с улицы, Чокмора, и Сайдпек Джумаду, абсолютный профессионал. И все вот так невольно начали спорить в съемочной группе, кто кого победит, кто будет лучше на экране. Мой народ! Я поговорю с генералом. Я вашу просьбу выслушал и сделаю все, что смогу. А теперь расходитесь. Прекратите! Не смейте его бить! Это мой друг. И вот у меня спрашивают, вот, как вы думаете, перетянет одеяло на себя Джумаду или нет? Я говорю, наверное, не получится. А почему? Да потому что литературный материал был на стороне Чокморова. Салам-Алейкум, Мрза! Это был Jack. Я говорил, что на прошлом доме cow, когда был и eighty-ninelar в битк Á sic. Залдан Чехты, Магараб, слушай, ты хороший вечер, окажется. Давай, я тебе пожимаю руку, молодец. Когда Сюмакул Чухмуром в один приказник проснулся звездой мирового масштаба, и Шамшиль проснулся звездой мирового масштаба, тогда все ахнули. Мне хотелось снять такое приключенческое что-то. Вообще я считал, и моя была такая вроде доктрина, что кино должно быть интересно. Но и мировой масштаба, что-то очень нравится, это не получается. Это что-то знаешь, а ты вот говоришь, чем ты против, если ты спрашиваешь. Могу, Капи, мне нравится, какие-то любовь. Это что-то не поверил, чтобы мне хотел так сказать. Кино должно смотреть, поэтому должен быть интересный сюжет, а на этот интересный сюжет ты должен посадить хорошую какую-то мысль, ту мысль, которую хочешь сказать. Вот я не сказал бы, чтобы Алый Макис и Кули была философская картина. Но сейчас, именно сегодня, Алый Макис и Кули приобрело вот то звучание, почему Була Шамшиев в 70-м году решил снимать этот фильм. Что только Алый Макис и Кули? Алый Макис и Кули – это фильм о народе, который уходит со своей родины. Сейчас несколько миллионов кыргызов бродят по земле, бросили свою родину. Кто такой Харавалта? Харавалта – это человек, который собирает свой народ и возвращает на землю. И поэтому хочется сказать, где наш Харавалта сегодня, который соберет всех кыргызов и вернет на землю свою родную? Что такое хорошее? Что такое хорошее? Что такое хорошее? Человек не вечен на земле. И не не справедливости. Она была. Пока будет, наверное. Я святом человеке, что помогает жить ему, пересиливая смерть. Коре. Несправедливости. Святой души. Святой души. Это мать. Брат. Сын. Земля. Земля. Вот и подлинное значение Алых Маков. Я подарил Крымскому культуре Чохмору. Я с ним три года работал. Хараш-хараш. Потом Алые Маки Сыкули. И в готовом виде, кто подал. И Алику Хавраеву, чрезвычайный комиссар, седьмая пуля. Которыми я учил вас стрелять. И то ли Шаркеев «Красное яблоко», и «Коксерек», «Улан» и так далее. Эй, джеребионочек. Мне стыдно за тебя. Дрожишь, как в лихорадке. Ты же джигит. Поехали. Что такое хорошая картина? Что такое вечная картина? Если ты через сорок лет, через пятьдесят лет ее смотришь, и она тебя привлекает. Картина, которая живет и принимается зрителем, значит, это хорошая картина. Если ты хочешь, чтобы твоя картина или твоя работа на экране была принята, а это с чего начинается? С требовательности к себе. Вот ты должен на площадке стоять десять часов. Я стоял на площадке десять часов. Я работал с актером на первом плане, потом шел с эпизодом на второй план, а потом я еще с массовкой, групповкой работал, а потом со всеми остальными работал. И в гриме я придирчивый. Симахул очень любил меня пародировать. Подходит и такой роз-роз-роз. Вот это что за пятно? Уберите это пятно. Ведливость? Да. А что делать? Или мы будем шалам-балам, в общем. А там тот и так далее. Так мы останемся провинцией. Режиссеру надо родиться. Это я потом понял. Где-то сорока годам я уже четко сформулировал качество режиссера. Режиссер обязательно должен быть здоровым. Обязательно у него должно быть чувство темпа и ритма. Режиссер должен тонко чувствовать фальшь. Режиссер должен чувствовать нюансы, настроение, музыку. Режиссер обязательно философ должен быть. Надо быть сильным режиссером, надо быть сильным актером. Тебя все признают. Трудиться. Трудиться надо. Вот он фальши не терпел. Когда он создавал своих главных героев и когда он развивал через свой кинематограф вот эту тему героизма, о которой мы с вами говорили, он стремился конечно и сам жить тоже по таким же принципам. Я еще не был режиссером, но внутри у меня была, оказывается, уже способность, заложенная природой у меня. И все бегают по экрану, выпучив глаза. И так далее. Все фальшивка. И все актеры, которые у меня снимались, Орбек Кутаналиев, Савря Кушалиева, Куюкова и так далее, это все люди, которые были выше. Работа его на съемочной площадке с актерами в качестве педагога, она ему очень сильно помогла в становлении как режиссера международного масштаба. Не имея этого качества, в то время было практически невозможно стать сильным кинодережиссером. Режиссер отвечает за артиста, которого пригласил на фильм или на спектакль. Я собираю свой коллектив артистов, я за них уже отвечал. Я был, конечно, жесткий, требуя от актеров максимума. Я их заставлял выкладываться. В этом отношении, конечно, я не мог простить недоделок. И поэтому актеры немножечко побаивались. Оразме Кутманалиев говорит, я когда в кино снимаюсь, вот, рахатанная джирхатюрема утолюши о Киеве. А был сам шкавельгинэ, трюмилотчишкандэй Валович. Я чего не мог иногда простить актеру, это необязательность, это ленность, лентяйство. Это... Ааа, булавер. Что такое булавер? Наоборот. Ты должен быть лучше всех. Ты должен делать так, чтобы к тебе никто претензий не предъявил. Мне моего жеребеночка. Даже такого щенка у меня нет. Сколько собирался к вам, так и не вырвался. Все землетрясение, сами понимаете. Что сын у нас один. Помню, говорил на прощанье. Айша, береги его. Как зеницу ока, береги. Тебе не дам, лучше архаром скормлю. А у нас лошадей нечем кормить. Ты не сердись на брата. Да и сенок, чему тебе в городе? Коровы не держишь. Точно между нами? Ну? Василий Семенович, только честно. Ты тайну хранить умеешь? Я думаю, умею. Я тоже. Держи. Он твой. Спасибо большое. Ты что спятил, старый дурак? Вы же здесь потерпевшие. Сын Бадюга с дружками хотел с тобой расправиться. Понял? Ну, а теперь кричи. Эй, помогите. Давай. Да, да. Ну. Эй, помогите. Не так. Жалобнее. Эй, помогите. Эй, помогите. Утверждали, что одна постановка с Шамшиевым, одна работа в фильме Шамшиева, это была эквивалентно учебе в Авгике. Так и Савидбек Джумадыл говорил, так и Чокморов говорил, так и Урусбек как он говорил, Сабира Кумышаева, все наши вот маститы, тяжеловесы, они прошли через вот эту школу Шамшиева. Первые мои юношеские впечатления, они впитались вот этим закулисьем Киргизского театра, вот, и я понимаю, вот у меня с тех еще лет, а осталось во мне чувство вины, что вот я, как режиссер, как драматург, я не написал для них сценарий, я не сделал для них фильмов. Вот Мурат Пекрасковов, например, вот слава Тулемешу Акееву, что он его снял в фильме «Бахайдан джайты». Понимаете? Вот только за одно это надо, понимаете ли, героя было дать Акееву, за то, что он снял «Мурат Пекрасковов». Когда Ахсахалу, как он, как он прыгает, скажет, потрясающе, глиняльница. Я даже такой сюжет предложил, я говорю, памятник, надо взять кадры из руки, здесь сидит Татвюи, вот она беременная, она вот так моет, «Мадонна». Обмывает лицо, и вот такой сделайте парковую скульптуру, чтобы был родник, чтобы вот текла вода, и вот сидит, значит, бронзовая Татвюи, вот так вот льет вода, у нее льется вода, постоянно будет литься вода. А рядом камера, за камерой, «Адрюзян Кадырови и Виталий Мушакиев». Достойные они этого, конечно, достойные. Это величайшее завоевание краевской культуры. Понимаете? Когда мы еще вот такого вот успеха достигнем, я не знаю. Потому что есть режиссеры, им еще расти, расти и расти. И, к сожалению, они вот так, как знал жизнь, то, понимаешь, простой крыльевский народ, как он знал язык, вот, обычаи, вот, характер. Вот этого уже такого режиссера, как Рокеев, не будет. Вот, и я всегда отвечаю, как Лукино Висконти сказал однажды. Все фильмы — это мои дети. Это как пальцы на одной руке. Все это вместе, мое родное, мною исторгнутое. Мне никто никогда не говорил, вот это делаем. Мне никогда никто не заставлял. Знаете? Любое, что я снял и сделал, это было по моему желанию. Я поставил грандиозный спектакль в 1915 году. Манас Играет музыка. Это было Толунистын, Кыргыз, киносене, театр, мадония, адабия, музыка, бит барына, кандай мамы легылыш кирекин, кантып, аны дюйнега даңызалай айлауыз деген жолды бисге көрсеттіп. И когда он занялся развитием көкбөрю, он был одержим этой идеей, он не смотрел на время, днями, ночами не спал, он создавал эти правила, писал. Я очень в этот момент много помогал ему. Көкбөрю – это древнейшая игра. Это игра наших народов. Это экстремальная игра. Поэтому в советское время «Улах-Тартыш», как говорю, был под запретом. Но это игра мужчин настоящих. Раньше как минимал или «Улах-Мина» дунули километр, пять километров уехали, не видно их, что они там между собой. Я сказал, слушайте, вы играете для кого? Для себя или для зрителей? Поэтому я их загнал на территорию, одну территорию. Учили мы их, как играть. Я сам персонально. Я считаю, көкбөрю – это цивилизованная игра. И нужно идти и бороться, чтобы это была цивилизованная игра. Были люди, кто поддержал это начинание. Например, Аскар Соломбеков. В самом начальном этапе сразу поддержал эту инициативу. С отцом долгие годы работал, сотрудничал его близкий друг Тимир Юшукеев, который тоже очень много отдал лет своей жизни кинематографу и федерации Көкбөрю. Я думаю, что его творчество в Көкбөрю неразрывно связано с его кинематографическими творчествами. С эпосом о нас еще раз. Это продолжение его поисков көкбөрюкского героизма. Я режиссер. Я создал зрелищную игру. Есть одна вещь, которую многие не знают. Это знают только киношники. Дело в том, что кино – это такая профессия, когда ты в нее попадаешь, оно как болото тебя засасывает. И ты уже никогда оттуда не выберешься. Потому что первые двое моих детей – дочка и сын – я не помню, когда они были маленькими. Потому что я был все время в работе, командировке, съемке и так далее. Я даже не помню, как они в школу пошли, как они учились, как они в институт поступили. А сейчас я каждый день сижу в школе. С утра до вечера я сижу в школе. То с одним ребенком, то со вторым в садике и так далее. Я наблюдаю, как они растут. Работаю по ночам. Но я написал достаточное количество литературных вещей, которые могут представлять интерес для аудитории. Потому что я прямо скажу, у Булоса Шамшиева есть свое аудиторию. Людей, преданных моему творчеству. Людей, которые уважают, любят мое творчество. Не только то, что я когда-то снимал, но и те, которые вещи я отдаю читать, им это очень нравится. Они говорят, почему не публикуете. Он очень много писал. Последние лет, я бы сказал, 10-15, он очень много писал. С одной стороны, очень радовался, что он такое вдохновение имеет. Что это ему такое удовольствие доставляет. Изнурительные часы работы и днем, и ночью над книгами, конечно, шли в ущерб его здоровью. Я какие-то секреты открыл. Эти же секреты надо кому-то передать, правильно? У нас талантливые люди уходят. А мы даже не пытаемся что-то взять от них, вытащить для остальных. На одном человеке жизнь не кончается. Каждый выдающийся человек должен быть особенной ценой. Надо хранить это. И вот он боялся, что, конечно, боялся, что с его уходом те многие его идеи, задумки, образы, которые он создал, они могут уйти вместе с ним. Если я умру, со мной же уйдет мои знания, мой опыт. Я очень надеюсь, что его работа, все его интеллектуальное наследие будет со временем становиться достоянием широкой общественности. Мы будем это делать для того, чтобы появились новые Шамшиевы, появились новые Акиевы, новые Чокморовы, новые Айтматовы. Есть знаменитое стихотворение Алжаса Сулейменова, которое очень любил мой отец. Он часто любил его повторять. Да не прибудет это злом, придут с востока новые чингизы. Хаканы красок, падишахи слов, волшебники, поэты и киргизы. Так, мотор. Есть мотор. Камера. Есть. 2, 182, дубль один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА